Большой передвижной проект в Искитиме реализует Дом национальных культур имени Геннадия Заволокина. В городском музее была открыта выставка о переселении народа в Сибири. Ее увидел каждый желающий. В Доме культуры «Октябрь» в минувшие выходные прошел большой многонациональный концерт, который продолжил музейную тему. Твоя задача занять все вот эти, когда не заняты, занимаешь вот это. Это контрольный. Я, получается, должен ударить и занимать. Да. Если шарик попал, ты берешь кассету и ставишь. Рабочее название игры «Захват» его разработали ученики 14-й школы вместе с учителем. Она сразу привлекла внимание парней. Каждый из них попробовал захватить поле соперника. У кого-то получилось лучше, у кого-то не очень. Но в общем оценку разработчикам они поставили высокую. Мне очень понравилась эта игра. Если честно, школьники молодцы. Игра на самом деле очень азартная. Так больше интеллектуальная. Владимир Фролов показал гостям мероприятия и другие настольные игры. Они направлены на развитие логики и мышления. Для победы в одних достаточно удачи. А где-то нужно продумать и тактику. Самое главное, они не похожи на другие игры. И вряд ли уверен педагог, что-то подобное было раньше. Всегда приятно, когда твои творения кого-то радуют. Приносят положительные эмоции, что участнику этого процесса, ну, конечно, и автор в стороне не остается. Тоже пожинает свои плоды, вот этих положительных эмоций. Значит, не зря. Девчонок больше привлекли мастер-классы. Сегодня они впервые делают куклу. Мы делаем оберег из семи лоскуточков. Вот так вот их складываем. Раньше таким мы ничем не занимались, но нам очень интересно. Мы развиваем моторику. Развивает моторику отчасти мышление, потому что нужно запомнить алгоритм, как что нужно складывать. Ну и, наверное, этим и изоблекает. Своим творчеством на мастер-классах делятся прикладники Дома культуры «Октябрь», руководители различных студий. Первые навыки участники получили по лепке, созданию изделий из бумажных трубочек и лоскутов. А главный сюрприз – концертная программа под названием «Неоконченная история Сибири». Мы с собой привезли представителей различных национальностей, которые проживают на территории Новосибирской области. И вот такой концерт дружбы сегодня мы хотим представить. Мы несколько ужаты в своих передвижениях. Мы были в Кочаневском районе, мы были в Искитимском районе, мы также посетили Машковский район. Мы были в нескольких населенных пунктах Новосибирского района. Поэтому вот с осени мы как бы немножко нам послабление были в работе, поэтому мы смогли охватить. Но я хочу сказать, что эта работа довольно-таки плотная. И все практически выходные мы на выезде, мы встречаемся с жителями, мы несем свою культуру, даже массы. Переселение народа в Сибири – это большой проект Дома национальных культур. В этом году он отмечен на уровне министерства как лучший проект года. Цель – рассказать, а главное – показать жителям региона, что нужно ценить и уважать каждую культуру. Эту идею поддержали и в Искитиме. Об этом нужно говорить. И молодому поколению нужно знать о том, что мы все братья, мы все сестры, мы единая страна, мы единый народ. Нам нечего делить. Мы живем на одной земле. Поэтому я думаю, что такие мероприятия должны проходить, должны быть. Но, конечно, с обстановкой такой мы стараемся, чтобы было все соблюдено. Из-за пандемии собрать много людей в зале не получилось. Организаторы соблюдают социальную дистанцию при рассадке зрителей. На входе измеряют температуру, обрабатывают руки и напоминают о масках. И о том, что в зале их снимать нельзя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова